добрый день друзья я рада приветствовать вас на моем канале сегодня мы с вами приготовим торт с нежным названием таким как леди в красном рецептом поделилась со мной моя подписчица дурдона доминова я обещала ей что обязательно приготовлю этот торт вызов принят и сегодня покажу его вам в моем исполнении в рецепт совсем немножко я внесла свои коррективы и так торт у нас состоит из четырех кофейно-шоколадных коржей вишневого компоте с добавлением ликера и корицы мусса на основе темного шоколада и крем-чиза давайте начнем с приготовления вишневого компоте желатин замачиваем в холодной воде отставляем в сторону и даем время набухнуть в сотейник перекладываем предварительно разморозив вишню вместе с соком добавляем кукурузный крахмал и тщательно перемешиваем крахмал я добавляю от себя потому что если этого не сделать то начинка будет больше напоминать консистенцию желе чем само компоте но по своему усмотрению можете крахмал не добавлять теперь всыпаем сахар добавляем корицу ликер и помешивая на медленном огне варим до легкого загустения далее в компоте распускаем набухший желатин перемешиваем до однородности выливаем начинку в кольцо диаметром 16 сантиметров и убираем в морозильную камеру до полного застывания предварительно дно кольца затягиваем пищевой пленкой теперь приступаем к приготовлению бисквита к просеянной муке добавляем разрыхлитель с содой и перемешиваем до объединения сухих ингредиентов в чашу для взбивания всыпаем сахар вливаем растительное масло и с помощью миксера взбиваем до однородности далее не останавливая работу миксера постепенно вводим яйца комнатной температуры как только вмешали яйца добавляем половину порции сухой смеси затем в получившуюся массу вводим все жидкие ингредиенты и после чего чередуя вводим оставшуюся порцию муки и просеянный какао-порошок и 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 тесто делим на две равные части разливаем по формам диаметром 18 см и выпекаем в разогретой духовке до 175 градусов приблизительно 55 минут готовность проверяем с помощью деревянной шпажки если у вас нет в наличии два кольца можете выпекать бисквитные коржи поочередно учитывая наличие всех ингредиентов которые присутствуют в коржах у бисквитов после выпекания образуется небольшая шапка так и должно быть поэтому не пугайтесь после бисквитом даем полностью остыть запечатываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 12 часов после срезаем верхушки у каждого бисквита и делим на два коржа теперь давайте приготовим крем-чиз холодный сливочный сыр взбиваем несколько минут с сахарной пудрой до однородного пышного состояния взбили сливочный сыр теперь взбиваем очень холодные сливки до стойких пиков у меня миксер имеет 16 скоростей поэтому я сначала взбиваю сливки до легкой пышности затем соединяю со сливочным сыром и уже после взбиваю крем до однородного пышного состояния вы же можете взбить сливки и сливочный сыр по отдельности и после постепенно добавляя взбитые сливки ко сливочному сыру соединить массу с помощью лопатки крем пока убираем в холодильник и приготовим мусс в первую очередь замачиваем желатин в холодной воде и даем время набухнуть в чаше соединяем шоколад со сливочным маслом и нагреваем импульсами в микроволновке каждый раз доставая и перемешивая будьте аккуратны не перегрейте массу чтобы она не свернулась в рецепте указано что набухший желатин нужно распустить в шоколадной массе но он плохо разойдется поэтому желатин я распускаю импульсами в микроволновке и после соединяю с шоколадом пока шоколадную массу отставляем в сторону даем ей немного остыть и взбиваем очень холодные сливки до состояния мягких пиков далее ко взбитым сливкам добавляем шоколадную массу и перемешиваем до однородности я делаю это опять таки с помощью миксера на самой минимальной скорости вы же можете аккуратно перемешать круговыми движениями лопатки и теперь приступим к сборке торта торт собираем в кольце бока формы предварительно выкладываем ацетатной пленкой и на первый корж отсаживаем половину порции мусса затем накрываем мусс следующим коржом отсаживаем крем чиз сверху выкладываем замороженное компоте и запечатываем оставшимся крем чизом ну а после просто повторяем бисквит мусс бисквит также было указано в рецепте что нужно пропитывать коржи кофе но я этого не делаю так как за счет растительного масла которое присутствует в бисквитах коржи очень влажные и как таковой пропитки они не требуют мусс бисквит и мусс бисквит Продолжение следует... После того, как собрали торт, убираем его на одну ночь в холодильник и на следующий день приступаем к оформлению. Так как это сегодня у нас леди в красном, поэтому я решила, что оформление торта у меня будет подобающее его названию. Для выравнивания торта я использую взбитый ганаш на белом шоколаде. Рецепт есть на канале, ссылочку я оставлю в описании к видео. Наносим крем как всегда. Сначала делаем кремом черновой слой, далее убираем его в холодильник на 30 минут и после выравниваем финишным слоем крема. Продолжение следует... Ну и чтобы наверняка торт у меня получился настоящей леди в красном, поверхность я окрасила с помощью аэрографа в красный цвет. И по всему периметру торта украсила шоколадными перьями, прикрепив их на слегка застывший темперированный белый шоколад. Ссылочку на видео о работе с шоколадными перьями я обязательно оставлю в описании. Вот такая леди в красном у меня получилась в результате. Торт по своим вкусовым качествам мне очень понравился. В нем одновременно собраны все самые лучшие вкусы, поэтому советую его приготовить и вам. Очень надеюсь, что он вам понравится так же, как и мне. Ну а я пока, как всегда, пожелаю вам хорошего настроения, вкусных, а также творческих идей. И до встречи в новом видео!